Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канал 16, передача «Актуальное интервью». И у нас в гостях Мария Романцова и Анна Петровна, волонтеры приюта «Мурдом». Здравствуйте. 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 Моя подготовка была очень длительная. То есть сначала это было волонтерство в приемнике для животных. Сейчас зато верный друг несколько лет, года два или три. Потом я ушла в сольное волонтерство после небольшого отдыха. Как-то это все так закрутилось, завертелось. То, что образовалось несколько передержек, на которых жили животные, которых я тут пристраивала, соответственно, лечила. Со временем у меня появились помощники. И как-то хотелось расширяться. Всегда была мечта про полноценный приют, где все бы функционировало... Так, как нужно. Так, как нужно, да. Но ресурсов для этого не было, сил для этого не было, потому что все силы уходили именно на поддержание чистоты у животных, на кормежку, на лечение. И в один прекрасный момент появился Дмитрий Вячеславович Авдеев и предложил организовать приют. Естественно, я не могла не воспользоваться такой возможностью. И началась работа. И началось все вот это. Новый этап жизни, да? Да. То есть в течение нескольких месяцев было подобрано помещение. Мы ездили, смотрели, оценивали, где будет лучше расположиться. Ремонт начался. Благодаря Дмитрию нам создали отличные условия на товарной базе. Он прям так очень постарался, чтобы нам поменяли окна, провели канализацию. И мы смогли заехать. Изначально там было несколько боксов, в которых содержали животные. Сейчас там уже полноценные вольеры, где животные сидят не в клетках, а прям гуляют, взаимодействуют друг с другом. И также на данный момент у нас еще там появились боксы большие под карантин. То есть изолированные две комнаты. Там у нас планируется карантин для животных, которые только-только перевезены в приют. А вообще до начала непосредственно самого приюта, организации его на товарной базе, эти передержки, это получается на квартирах содержание животных? Да, это квартирные передержки. Такое практикуют во многих городах, в том числе и в нашем, в том числе и приемник, и мы. Позволило ли создание приюта разгрузить квартиры? Да, 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 конечно. Такой переезд. Да, это изначально как бы создавалось, чтобы совместить все передержки в одном месте, потому что когда было три передержки, допустим, животные в клинике, там на одной квартире передержки, в другом месте, то это было очень сложно все организовать, сложно все даже элементарно привезти кого-то, посмотреть котиков. То есть это приходилось людей таскать из одного места в другое. А здесь все в одном месте, люди могут прийти, посмотреть, выбрать, пообщаться непосредственно. Ну и плюс это хорошая возможность аккумулировать все силы волонтеров. То есть раньше волонтеры, которые занимались передержками квартирными, ходили в основном в свои квартиры, соответственно, уделяли внимание своим животным. Здесь же все в одном помещении, соответственно, гораздо больше возможностей друг друга подменить в какой-то момент, либо распределить нагрузку так, чтобы все не очень сильно уставали. А много вообще волонтеров трудится? Да. Но вообще, когда приют только открылся, нас было действительно достаточно много, потому что все пришли к нам с очень большим энтузиазмом, хотели помогать котикам. Потом уже в процессе того, как приют работал, часть волонтеров, скажем так, взяла паузу, потому что действительно очень тяжело каждый день взаимодействовать с животными, сталкиваться с болезнями, смертью животных, со стрессом. Но к нам приходят и новые люди, и опять-таки костяк все равно имеется. То есть у нас костяк сейчас это порядка 8 человек. В отличие от приемника, или сейчас он статус приюта получил, от государственного, который занимается отловом бездомных животных, в вас содержатся только кошки, я так понимаю? Да. То есть у нас в приюте есть условия только для содержания кошек. Это, ну, как бы изначально, да, планировалось так? Или все-таки собак тоже хочется содержать? Или просто нет возможности? С собаками сложнее. Там нужна территория для выгула, там нужны уличные вольеры. И найти помещение, которое удовлетворяло бы все эти потребности, у нас в городе очень сложно. Вообще, конечно, мечта такая есть, но пока она действительно трудно реализуется. И поэтому пока мы сосредоточились только на котиках, и опять-таки сил физических для работы с собаками нужно гораздо больше, чем с котиками. Все-таки с котиками попроще. С какими, может быть, сложностями вот за этот год пришлось столкнуться и вообще что преодолеть? Или наоборот, все вот как выстрелило мгновенно, и то, как планировалось, все так и случилось? Ну, вообще, само открытие приюта у нас, поскольку частный приют, то есть это приют, который не получает деньги из муниципального бюджета. То есть мы существуем только на сборы и гранты. То само по себе открытие приюта сопровождалось большим количеством сложностей, потому что были сложности с поиском помещения, с ремонтом, с установкой вольеров, карантинных боксов. На карантин нужны волонтеры, в приют нужны волонтеры, и в основном волонтеры нужны все в утреннее время, а в утреннее время все работают. И тут тоже найти людей, которые могут выделить час-два времени по утрам, тоже непросто, и мы поэтому периодически просим о помощи, потому что нелегко. Ты сказал по поводу грантов. Есть какие-то уже победы в грантов конкурсах? Да, у нас есть достижения за этот год. Мы стали победителем конкурса православной инициативы от фонда сработничества, и на эти деньги мы открыли школу юного волонтера у нас в приюте. И плюс наша очень большая победа, что мы выиграли президентский грант, и на эти средства мы смогли установить в приюте вентиляцию, которая нам была крайне необходима, потому что естественного продува воздуха, который осуществляется за счет окон, его не хватает. Инфекции так или иначе гуляют, а вентиляция нам помогает сейчас с этим бороться. И она была очень необходима, она очень много стоила. И вот благодаря президентскому гранту мы большую часть средств направили именно на установку вентиляции. Ну, за год это серьезно. Да. Два гранта выиграть. Мы не собираемся на этом останавливаться. То есть сейчас мы готовимся к подаче на следующий конкурс тоже президентского гранта. У нас там будет проект, связанный с бесплатной стерилизацией животных. Как животные попадают в приют? То есть какие-то истории, вот как животные попадают к вам в руки? У нас их очень много. Маша расскажет одну из них, которая связана с Викой и с Громом. Тоже это вот очень громкая история была. Да, это была громкая история. В том году по весне, по-моему, в начале лета. В начале лета. В начале лета. Моя подруга мне сказала, что у нее знакомая живет в подъезде с человеком, у которого проблемы с психическим здоровьем. И ему от мамы достались две или три кошки, которые в дальнейшем начали плодиться, успешно размножаться. И не знаю, сами, не сами или с его помощью регулярно выпадали с окон. Кстати, довольно распространенная ситуация на самом деле. Не часто это придает огласки, но таких квартир довольно много. И это очень печально. И подруга связалась со мной. Мы посреди ночи, можно сказать, с полицией пошли изымать животных. Сначала он нас в квартиру не пустил. Выдал нам, по-моему, двух взрослых кошек и трех котят. Мы забрали их в переноски. Они все были в ужасном состоянии. Все худые, шерсть очень плохая. Они переехали в клинику. Там мы начали лечение. Начали откармливать, создавали анализы. И в итоге потом с помощью полиции нам удалось попасть в квартиру. Они уговорили этого товарища нас пустить. Помимо кошек там жил Алабай, очень худой, довольно агрессивный. И в квартире просто ужасные условия. Как потом выяснилось, там не работала канализация. Там все было в экскрементах, все было в грязи, в куче мусора. И это было отвратительно. Такие ситуации не единичны, к сожалению. Опять-таки, если за нами следят, за нашей группой, то, наверное, знают историю про котов, которых нам привели из Нижнего Новгорода. Там была аналогичная ситуация. Мужчина со справкой из психического учреждения. У него этих животных изъяли по решению суда. И это, на самом деле, замечательная практика, что у нас наконец-то стали изымать животных из плохих условий содержания. То есть можно сказать, что у каждого животного практически какая-то достаточно серьезная, трагическая история или судьба. Банально коробка котят, выброшенная на улицу. То есть у каждого животного, который у нас в приюте, есть своя история. То есть это либо действительно котята с огородов. То есть у каждого своя грустная история есть. Поговорим немного о планах в развитии. Я так понимаю, вы останавливаются. Гранты понятны. И это действительно важная подпитка, да, и возможность улучшить условия самого приюта. А планы в целом по развитию? Вообще в планах у нас продолжать, ну не реконструировать, то есть продолжать такой ремонт в помещении. То есть у нас помещение пока еще не полностью задействовано. То есть у нас еще, если вдруг кто-то там был у нас в гостях, кто знает, у нас есть небольшой второй этаж, где пока находится хозяйственное помещение, вообще теоретически там тоже можно сделать вольер. То есть там довольно большая площадка, ее только надо огородить, сделать безопасное для нахождения животного, и там тоже можно сделать вольер. Вот. То есть мы хотим конкретно еще сделать лучше наше само помещение. Плюс в идеале бы сделать карантин, который сейчас у нас находится в одной из ветеринарных клиник города, чуть ближе к самому приюту. Но пока это сложно, вот. Поэтому пока так, как есть. Но вообще вот хотелось бы тоже, чтобы карантин был ближе к приюту. Вот. Ну и продолжать просто свою деятельность, то есть не останавливаться, спасать животных, пристраивать животных, и вести информационную, такую просветительскую деятельность с жителями города. Это тоже очень большая часть нашей миссии, скажем так. Ну, да. Это, да, это правильно, миссия, правильное слово, наверное. Одно из таких направлений – это школа юного волонтера. Да. Вот как раз-то, которая по гранту в том числе развивается. В чем ее, может быть, суть? Ведь вы привлекаете детей, да, к волонтерству. Почему это важно? Потому что работа с детьми именно очень важна в плане отношения к животным, потому что тот фундамент, который ты им закладываешь в детстве, именно об ответственном отношении к животным, потом они вырастают и начинают все, что у них было заложено в детстве, воплощать в жизнь и уже нести это своим детям. И мы надеемся, что то, что к нам ходят дети, поможет в дальнейшем улучшить ситуацию с безнадзорными животными, которые у нас есть. Мы привлекаем в первую очередь детей, потому что мы им рассказываем о том, как правильно общаться с котиками. В плане их физиологии, поведения, языка кошек и так далее. То есть у нас есть такие вот информационные занятия, теоретические, скажем так. Но и плюс мы чередуем их с различными творческими занятиями, потому что мы понимаем, что детки ходят в школу, им тяжело, конечно, и там информация, и здесь информация. Мы поэтому пытаемся как-то это все чередовать, чтобы им было интересно, в том числе, чтобы они через творчество тоже познавали котиков. И плюс у каждого, помимо того, что они узнают что-то новое, они сразу же могут применить полученные знания на практике, потому что у нас сразу же ребята взаимодействуют с котиками в вольере, могут с ними поиграть, могут за ними понаблюдать. Им это очень интересно. Ну и вообще вам помочь в работе, так сказать. Да, то есть вообще, да, не зря школу юного волонтера. То есть мы очень надеемся, что в дальнейшем они к нам присоединятся, да, смогут тоже нам помогать. Про экскурсии школьные, потому что это же важная часть информационной работы, да, сами учителя собирают свои классы, приводят. И как часто с этих экскурсий дети уходят с животными, Мария? Бывает такое? Бывает такое. И со школы юного волонтера у нас уходили с животными. Вообще, на самом деле, стандартная практика, когда детки приходят, и, ну, это маленькие детки, естественно, они сразу же хотят забрать всех. И мы наблюдаем за несчастными родителями, которые как-то пытаются объяснить ребёнку, что мы же не можем взять котика прямо сейчас, у нас дома там две собаки, два кота, куда нам ещё? Вот, и приходится деткам говорить, что, ну, не обязательно же кого-то сейчас брать, вы можете походить, посмотреть и так далее. А тогда... Тогда прийти в гости, чтобы... Да, и у нас причём есть детки, которые летом каждый день приходили, нянчились с котиками, помогали убираться. Мы максимально открыты. То есть мы всегда говорим, что у нас есть номер телефона, вы можете по нему позвонить, и к нам прийти, то есть договориться о времени, чтобы в приюте был волонтёр, и всегда подойти, посмотреть, в каких условиях содержатся животные. Если вы хотите кого-то взять, то обязательно прийти с ним познакомиться сначала, потому что на фотографии, там, котёночек один в реальной жизни, он, естественно, немножко другой. Вот, то есть это обязательно. И вот такая открытость максимальная, то есть это одно из... Один из главных принципов нашей работы, что вы всегда можете прийти и посмотреть, как мы ухаживаем за животными, в каких условиях они живут. Потому что мы очень часто сталкивались с тем, поначалу, когда в городе про нас ещё не очень хорошо знали, что когда люди слышат слово «приют», у них срабатывает такая ассоциация, что приют – это грязь, это клетки, это несчастные животные, которые там сидят годами. А мы сделали место, где всё совершенно по-другому, и тот факт, что к нам дети приходят с удовольствием не по одному разу, говорит о том, что у нас получилось создать такое очень светлое место, где всех объединяет любовь к котикам. А бывает такое, что есть животные, которых нельзя отдавать домой, да, кому-то? То есть вот есть такие, ну там, а может, агрессию проявляют, невоспитанные? У нас недавно была просто потрясающая ситуация. У нас был очень сложный котик, Гленн, он был самовыгульный, попал под машину, в итоге ослеп. И всё это время, сколько, очень долго, почти год, вот он сидел в клетке, проявлял агрессию, то есть он, из-за того, что ему было страшно, то есть он не видит, он резко потерял зрение, у него не было возможности постепенно привыкнуть к его отсутствию, это случилось резко, ему было страшно, он не смог адаптироваться, и поэтому он бросался, он шипел, с ним, конечно, разговаривали, пытались его гладить, это давало какой-то результат, но, опять же, он сидел в клетке, и это было, то есть это всё продвигалось очень медленно. И не так давно девушка, причём эта девушка у меня брала котёнка ещё года три, наверное, назад, мы с ней с тех пор поддерживаем общение, она периодически скидывает фотографии, то есть она потом ещё одного котёнка спасла с улицы, и она приходила за кошечкой для мамы к нам в приют, и увидела Гленну, и влюбилась. И в итоге они его забрали, и сейчас Гленн у них уже ходит по квартире, уже адаптировался, играет, и вполне себе отличный ласковый кот получился. То есть казалось бы, да? Да, казалось бы, что безнадёжное животное, которое, ну, минимальный шанс найти хозяев, и просто нашлись люди, которые взяли на себя ответственность, проявили терпение, и прям мы все очень счастливы и рады за Гленну. Немаловажная поддержка самих людей, да, и сбор помощи, неравнодушных людей, да, наших горожан. Насколько вот сильно горожане поддерживают сейчас приют, и я знаю, что корм собирают, да, вот те же самые экскурсии школы, там достаточно большой пакет кормов был собран. Как ещё можно вам помочь и куда обратиться? У нас все реквизиты для помощи указаны в нашей группе ВКонтакте, то есть там прямо в описании группы указано, что нам нужно в первую очередь. То есть на данный момент больше всего мы нуждаемся в влажном корме для котят, потому что у нас очень много котят, и поскольку они маленькие, их ещё на сухой корм рано переводить, вот нам очень нужен влажный корм. И когда к нам кто-то хочет прийти на экскурсию, спрашивает, а что бы вам принести, вот мы в первую очередь говорим об этом. Плюс, естественно, финансовая помощь, потому что очень много животных, соответственно, нужно закупать корма, корма уходит очень много, плюс мы в основном закупаем корм, который специализированный, он не продаётся в магазинах. И плюс ещё адресная помощь, когда тому или иному котику нужна неотложная медицинская помощь, например, либо нужны специализированные лечебные корма. И практика показывает, что именно адресная помощь очень большой отклик собирает, когда именно на конкретного котика просим помочь конкретному котику. Вот у нас как раз... Кстати, по поводу медицинской как раз помощи, я был немножко даже удивлён, когда кошечку забирали, котёнка фактически, да, то есть её отвезли в клинику, чипировали, сделали прививки, только после этого отдают в семью. Да, то есть у нас вообще обязательная программа животное, которая отдаётся, хозяю подписывают договор, где указывают все контактные данные, помимо этого им выдаётся детеринарный паспорт, где прописывают все прививки, обработки, и плюс благодаря президентскому гранту мы теперь котиков, которых отдаём в руки, мы их чипируем. То есть мы говорим, что вообще забирать взрослые животные из приюта, это прекрасно, потому что вы получаете действительно уже животное, которое обработанное, вакцинированное, приученное к лотку. Ещё плюс, если оно действительно старше года, то со стерилизацией кастрации. То есть вы берёте уже животное, которое полностью готово к жизни в вашем доме. И уже с сложившимся характером. Да, потому что вот вы, наверное, тоже забрали котёнка, вы столкнулись с тем, что в первые дни за ним нужен постоянный контроль, чтобы он что-то не съел, что куда-то там не залез, не упал. А забирая взрослые животные, вы уже получаете котика, у которого сложился характер, который уже спокойный достаточно. И ему надо, тоже ему надо очень много внимания уделять, но с котятами всё-таки надо. Как с детьми. К нам тоже часто обращаются, когда хотят взять второго животного в дом. И здесь мы тоже ведём информационную работу. То есть мы спрашиваем про привычки того животного, которое уже есть в семье, как оно воспринимает других животных и так далее. И вот после этого подбираем того котика, который может там максимально подойти. Ну да, это всегда сложность есть в подселении кошек. Тут мы всегда говорим, что стопроцентную гарантию, что у вас животные прям с первого взгляда влюбятся друг в друга и побегут вместе. Вот самое сложное, это донести до хозяев, что не нужно сталкивать животных нос к носу моментально, когда вы принесли, и очень хочется их сразу познакомить. У животных это так не работает. Сначала их нужно изолировать по разным комнатам, чтобы они привыкли к запаху. И потом уже только спустя неделю где-то можно их знакомить. Потому что у животных, если их сразу ознакомить нос к носу, огромный стресс. Стресс у животного, которому на территорию принесли чужака, стресс у животного, которое принесли. На чужую территорию. Да, и это вызывает прям конфликт. И хозяева пугаются, и думают, что их животные не поладили. И уже даже бывали случаи, что руки прям ответственные, все, разговор прошел хорошо, я отдаю котенка, и мне в этот же вечер пишут, забирайте, они не подружились и не подружатся. Я пытаюсь донести до хозяев, но... На самом деле все инструкции в интернете говорят о том, что это минимум неизвели. Да, да, но есть очень нетерпеливые люди, которым надо здесь и сейчас, и по их мнению, они должны вот с первого взгляда друг друга полюбить и... При каких обстоятельствах это... Взаимодействовать. Это исключено от собаки, может быть, друг с другом готовы повозить, и то не всегда. Да, у собак практика показывает, они гораздо быстрее начинают друг с другом взаимодействовать, чем кошки. Кошки территориальные животные, для них важна их территория. Поэтому, собственно говоря, исходя из этого, их нужно потихонечку друг к другу присоединять. И может тоже возникнуть ситуация, что они в принципе никогда не подружатся. То есть они не будут воевать, а открыто конфликтовать. Но при этом особой любви между ними тоже не случится. То есть они будут так по отдельности взаимодействовать. Всегда интересно наблюдать, когда кошки вроде бы живут на одной территории, но не ладят друг с другом. Всегда понятно, кто старше. Да. Вот у меня сейчас похожая ситуация, что взяли второе животное и пока не поладили. И тоже вот за ними интересно наблюдать, как они пытаются как-то найти друг с другом общий язык. У них это пока не очень получается. Друзья, если вы хотите помочь приюту Мурдом, правильно? Да. Да, ведь я его называю, приюту Мурдом. Контакты на экране, а также в группе в социальной сети ВКонтакте тоже поиском, наверное, легко ее найти. Да, воспользуйтесь. Там вся информация, номера телефонов и приходите в Мурдом. Приходите. Забирайте животных, они точно будут вакцинированы, чипированы и с ветеринарным паспортом. Все равно, что из питомника забирать. Спасибо большое, что пришли, рассказали о своем приюте. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Спасибо большое. Это очень важно. Друзья, ищите контакты Мурдом, помогайте бездомным животным. Возможно, вы найдете себе котенка или кошечку домой. И помните, что забирая животных из приюта, вы всегда освобождаете место для другого несчастного животного, которое мы можем взять с улицы на освободившееся место. Это очень важно. Да. Ну, это у нас все. Спасибо, что были с нами. И увидимся с вами через неделю. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова